сейчас вкратце расскажу как работает этот прибор здесь всего две кнопки управления в данный момент индикатор включен я не знаю у меня было несколько таких приборов конкретно этот значит в нем почему-то изначально не выключается не засыпает он друг у меня есть другой прибор который там если не нажимать эти кнопки он автоматически через какое-то время засыпает и у него дисплей тухнет и экономия батареи происходит почему-то постоянно работает то есть там батареи не съемные сейчас я открою заднюю крышку покажу и соответственно есть проблема того что ну как бы совсем часто придется ее менять если например на зиму оставлять или там грубо говоря пока вы не используете будет постоянно тратится энергия то батареи на лоба не не хватит сейчас я покажу и снять крышечку и по ну как бы по возможности своими силами применить батарейку разборки нам понадобится тоненькая отверточка какая-нибудь плоская и мы соответственно ищем где-нибудь где поддеть по краям я уже начал видеть поддевать то есть там нужно просто там приклеена крышка это поддеть и попробовать эту крышку кинуть в принципе ничего страшного потом нужно будет обратно на герметик посадить вот мне все пошло так крышка вот она была приклеена по периметру и мы видим там батарейку обычно не очень конечно стандарт 3-х вольтового 2450 типа размер но в принципе можно на любую другую 3-х вольтовку туда поставить это не заряжаемая обычная батарейка и там можно будет все разобрать вот тут винтики разобрать и можно даже паять принципе слот под батарейку с материнской платы какой-нибудь выпаять и потом менять то есть фактически как одноразовый прибор а можно его делать многоразовый так здесь мы видим залили достаточно хорошо здесь заизолирован то есть вода сюда не не должна попасть здесь тоже то есть принципе впереди тоже не должно попадать единственная крышка осталось заизолировать и приклеить обратно что мы разобрали так она пока вставляется плотно надо ее прогерметить так теперь что касается прибора две кнопки с 1 с 2 сначала покажу как выбрать режим есть режимы значит для двухтактных для 4 тортакных двигателей всего три режима есть для двухтакных одноцилиндровых двухтак них 2 цилиндровых и 4 ох Spele значит у меня был и двухтактных одноцилиндровых 2 так н 2 цилиндровых значит Для этого мы S1 зажимаем, и там будут бегать режимы. Первый режим, там цифры от 1 до 5 будет бегать. Сейчас я объясню, что эти цифры означают. Значит, смотрите, я выбираю первый. Первый режим это для двухтактных, двухцилиндровых двигателей. То есть, ну, это большинство двигателей мощных, которые там от 10 лошадей начинается. И, значит, режим второй это для двухтактных, одноцилиндровых двигателей. И режим третий это для четырехтактных двигателей. Дальше, четвертый режим это режим отключения, отображения, значит, индикации оборотов. То есть, будет показываться только моточасы. Все, то есть, двигатель заведен, не заведен, будет только отображаться моточасы. Цифра 5, 05, значит, пятый режим. Это режим сброса. То есть, в этом режиме можно сбросить, там моточасы, значит, показания там какие-то. В этом режиме можно сбросить. Также, значит, теперь как задаются настройки сервисных интервалов. Нажимаем вот это на четыре секундочки, у нас выскакивает сервис. И мы видим, значит, здесь, ну, вот, значение после точки это десятые часа. В эту сторону это часы. То есть, вот сейчас, в данный момент, у меня моргает первый индикатор. Значит, переключение между... А, ну, вот, я некоторое время, ну, если ничего не делать, то оно возвращается в обратный режим. Значит, стандартный. Так. Вот, зажимаем вот это... И мы можем двигаться по этим разрядам. То есть, мне, например, надо поставить 50 часов. 50 моточасов в сервисный интервал. Вот я держу его, пока он тут, вот, до второго разряда не дойдет. Вот, дошел. Здесь нужно 50. То есть, я зажимаю эту, и вот у меня пойдут циферки. Один, два. То есть, не надо щелкать, а нужно именно держать. И когда, соответственно, мы это увидим, останавливаем. Все, 50 моточасов. Значит, все. Сейчас мы ждем. Оно отключится, значит, и запомнит это значение. После чего нам нужно активировать это, значит, два раза зажимая. Две кнопки обе одновременно зажимаем и ждем, пока полностью пройдет ресет, значит, до... Все, то есть, мы активировали. Теперь, как только будет 50 моточасов, здесь из-за корицы лампочек, ну, как бы, надпись сервис. Значит, пора менять масло. Так, теперь, был такой еще интересный вопрос о том, если, например, здесь вот, как у меня получилось, он не отключается автоматически, чтобы не жрал батарею. Есть такой режим, значит, как в него войти, чтобы отключить полностью питание на зиму, например. То есть, S1 зажимаем, докручиваем до пятерочки. После чего мы ждем, там, пока поморгает, пятерочка перейдет в стандартный режим, значит, замера отображения моточасов. Вот пятерочка, значит, сейчас ждем. Он перейдет в режим отображения моточасов и зажимаем эти две кнопки. Докручиваем до конца, до девятки. После чего начнется, вот, зажимаем две кнопки, значит, сейчас закрутим до девятки. После чего начнется самодиагностика. Будут бегать единички, двойки, тройки и так далее. И после этого он через какое-то время выключится. Вот, значит, мы сейчас видим, что пошла самодиагностика. Все индикаторы отображаются. И сейчас вот он перейдет в стандартный режим и через несколько секунд он выключится. Погаснет индикатор. То есть, он перестанет мерить и уйдет в сон. Все. В таком режиме можно этот выход из этого режима, соответственно, просто нажатием, значит, на индикатор. При этом, если сейчас посмотрим моточасы, у нас все сбросится. Ну, вот так. То есть, мы, получается, в таком именно приборе только с помощью сброса полностью. Моточасы полностью обнуляются, но зато мы можем на зиму как бы его уцепить. То есть, ну, реально полное количество моточасов мы либо батарейку имеем, а при замене батарейки тоже это все сбросится, все не сохраняется. Поэтому, вот, как буду ставить, значит, покажу видео, как установить, как завести, показать, значит, как он работает. Покажу сегодня, как смонтировать, значит, датчик, тахометр этот, на такой вот мотор. Прежде всего, нужно выбрать место установки. Я его придумал вот сюда, вот, прикреплю на румпель и, соответственно, хомутами притяну. Вот, сейчас сделаю, а потом буду смотреть, куда пробросить провод. Так, ну все, я прикрепил, значит, жестко хомутами и пробросил провод вот так и протянул, вот таким вот макаром. Соответственно, я его сейчас введу через отверстие вместе с другими проводами вот вовнутрь, под колпак. Сейчас мы снимем колпак. Нам ничего мешать, в принципе, не будет. То есть, нам его нужно вот сюда вот вместе с этими проводами протянуть, подвести и вот сюда, к любой свече, подвести, подмотаться. Так, в общем, я сейчас покажу. Я тут немножко попарился, конечно. Пришлось, значит, вот через вот эту часть вводить вон туда, в резинку с помощью проволочины, как кондуктора. Я туда сначала проволочину, потом привязал и протянул. И вот мы видим, значит, вот здесь входит, и вот здесь вот она выходит. Сейчас я тут ввести провожу аккуратненько и все покажу вам. Так, я здесь проложил, здесь мотал остатки, чтобы сильно не торчали. И вот этот конец свободный, я сейчас буду приматывать вот сюда. Делать где-то 5-6 витков. Так, вот я сделаю 6 витков, все это скрепил между собой, чтобы не расползалось. И, в общем-то, все, я сейчас буду укладывать. Убиваю свечку на место, буду укладывать. И надо будет посмотреть, как это все работает. Так, ну что, показываю на холостую. Вот 180 показал. 300. Ну, то есть, мне сейчас здесь не проверить. На воде уже более подробно покажу циферки. Сейчас здесь на холостую работает, показываю. Вышел на воду, завел. Значит, вот, смотрите, обороты 930, 930. Ну, сейчас упадут немножко, прогреется. То есть, там режимы, значит, на двухтактном двухцилиндровом должен быть R1. У меня другой стоял, там 2 раза ближе обороты будет. Сейчас вот, на 770, на 840 падает. Должно быть где-то 700-750 на холостом ходу, на прогретом. Будем пробовать дальше. Ну что, идем на 3-е. 3-600. Молодцы.